Всем добрый день! Я пошла в магазин на хлеб купить, молоко купить и майонез. Будем окрошку делать. Сегодня свои огурцы собрали. Сейчас вам покажу их. И поэтому надо купить всё для окрошки. Ладно, идём. Ребят, мы собрали наш первый огурцы. Муж пошёл и набрал вот такие вот они огурчики. Так что у нас тоже огурчики пошли. Ну, правда, мало ещё. Но вот сейчас будем делать окрошку со своими огурцами уже. Так, сходила в магазин. Что взяла? Ну, я вам говорила, что я пошла за майонезом, чтобы сделать окрошку. Дальше. Здесь у меня три булки белого и одна булка чёрного. Лучше показывать весь пакет. Буду каждую булочку. Дальше. Булочки вот такие обычные, семейные. Детям они очень нравятся. И пять литров молока. Пять пакетиков. Всё. Вот такие вот все мои покупки. И сегодня нам надо с вами ещё раз сделать мясо, которое я вчера свинину купила. Ночью уже не стала. Спать очень сильно хотела. Поэтому наша задача сегодня его с вами разобрать и разрезать. И убрать в морозилку. Ладно, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Так, мои хорошие. Муж уже сделала окрошку, пока я сидела, монтировала. На два дня влоги намонтировала. А муж в это время сделала окрошку. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у меня вечер. И знаете, что я хочу сделать? Сделать компот из слив. У меня тут с того раза сливы остались, дети не съели. А сегодня нам ещё сливы принесли. Дети их что-то тоже не очень хотят есть. И решила я из них компот сделать. Что они будут лежать, портятся? Я с того раза у меня уже ягодки подпортил. Портятся начали. Сейчас выберу, которые хорошие. А здесь вот один раздавленный слив. Что же? Выберу и сделаю как раз на баночку компота хватит. И я покупала ещё раз смородину. Вот так, вот у меня ещё смородина. Хочу сделать чью-то смородину компот. Ещё один раз купила смородину. Ездила сюда в город. Но уже не показывала, но ладно. Так, да? И также ещё засолим помидорки сегодня. Сейчас принесу помидорки. Мы всё это с вами сначала приготовим. Помоем, банки простерилизуем. Так, квитку пока выключу. Банки простерилизуем. И будем сегодня с вами всё это делать. Решила вечер этому посвятить. Ладно, дорогие друзья. Сейчас сначала будем мыть банки. Сейчас помою и вернусь к вам. Если интересно, оставайтесь со мной. Так, дорогие друзья. Почти всё приготовила для засолки. Тут сделала для компотов сразу заготовки. Здесь у меня сливы. Здесь две баночки со смородиной. Сейчас будем с вами заполнять для засолки помидоров. Сейчас покажу, как и что я делаю. Так, что я буду ложить в банку для засолки помидоров. Вот так вот сейчас баночку поставлю. И будем постепенно с вами всё укладывать. Ну, над донышком. Я обязательно уложу хрен. Листья хрена. Сейчас вот так вот их нашинкую. И поукладываю. Прям просто в банку закидываю. Я как-то не церемонюсь. Также у меня есть листочки смородины. Тоже их туда буквально 2-3 листочка. Не больше ложу. Также перец чёрный горошком. Сейчас мы как раз откроем. Буквально штучек 5. Вот, 6 положу. Пускай будет. Также я ложу душистый горошек. Буквально штучки 2-3, не больше ложу. Кладу, ложу. Но для вкуса я всегда немножко добавляю гвоздички. 2 штучки. Вот, ребят, 2 штучки, не больше. Что-то я как-то сделала, что вам меня не видно. То, что я показываю. Также я буду укладывать чеснок. Просто буду вот так вот разрезать на несколько. Чтоб аромат свой дали. Буквально зубчика 2-3. Ну, вот я 3 положу. И закидываем в баночку. Также добавляем туда укроп. Я беру вот такие вот, видите, палочки, зонтички. И всё туда укладываю. Кто сколько хочет, тот столько и ложит обязательно зонтики укропа. И прям так. И всё. И сейчас будем упаковывать уже помидоры. Закидываю помидорки, ничем не прокалываю. Ну, я сюда ещё кое-что сейчас добавлю. Понемножку буду добавлять ещё перец. Извиняюсь за шум, просто дети там прыгают, скачут, играют. Домик себе построили. Поэтому уж извините. Между рядочками я буду иногда добавлять перчик болгарский, сладкий. Сюда и сюда, например, добавим. Перчик вкусный потом получается. Я уже как-то так делала. У меня помидоры солёные в основном ест сын Егор и папа. Ну, муж я имею в виду. Больше у меня солёные помидоры никто не ест. Поэтому я как бы сильно много их не засаливаю. Света не любит помидоры. Остальные тоже не любят помидоры. Ребятишки. Так, перчика сюда напихаем. Напихаем, так, где-то маленькие помидорки бы найти. Я извиняюсь за шум, просто дети бегают. Так, вот ещё одну помидорку. Ну и попробуем ещё вот так вот одну. Уложить. Сильно не буду утрамбовывать, а сверху я положу вот так вот. Немножко листиков хрена. Всё. Баночку мы укомплектовали. Видите, вот так вот получилось. Сейчас я сделаю все остальные баночки и будем заливать уже кипяточком. Ребят, знаете, что я ещё забыла? Добавить острый перчик. У меня муж любит острый перчик. Я сейчас прям так его нашимкую здесь сверху. Он потом с рассолом сольётся вниз. А здесь я уже добавлю вот так вот. Прям семечками просто понемножку нарезаю его и всё. И всё, готовим дальше банку. Так, я тут уже всё положила, всё, что мне надо. И опять начинаю закидывать помидоры просто так. Перчик. Перчик у меня и дети солёные потом выедают. Папа обычно помидоры с Егором едят, а перчик мелкий едят. Поэтому перчик я вложу тоже. Кладу, вложу то, как хотите. Чтобы меня не поправляли потом. И вот так вот. Сильно не утромбую. Прям так. Пусть будет свободненько. Перчик опять. Перчик можно вот так в пустоту понапихать. И будет покрасивее хоть немножко. Можно ещё морковку добавлять. Я видела как-то в интернете рецепт с морковкой. Я обязательно его попробую. Тоже сделаю, когда уже будет своя морковочка. Обязательно попробую тоже сделать. Потому что мне интересно с морковкой. Просто я никогда с морковкой не ела. А тут увидала, я говорю, надо попробовать. А мне муж говорит, так пробуй, в чём проблема. Так. И листочки хрена. И всё. Хватит уже. Можно сверху ещё гонить вот так вот помидорочку. Всё. Сейчас остальные приготовлю и покажу всё. Так. Приготовила три баночки. Вон. Видите, так вот. Сделала. Тут ещё помидорки остались. Тут одна, видите, плохая попалась. Завтра перекручу. Можно будет хренадёр немножко сделать. Сейчас крышки запарила. Сейчас вода закипит. В первую очередь залью помидоры. А потом уже буду компоты делать. Ну, можно, по идее, первые компоты сделать. Не, ну, я вчу помидоры, чтобы они пропарились хотя бы минут по 15. А потом будем заново сливать. Так что вот так вот. Ладно. Ждём, когда вода закипит. И будем заливать помидорки. Так, дорогие друзья. Помидоры я залила. Они у меня уже даже успели остыть. И сейчас будем... Ну, вот пока они остывали, я успела закатать три банки компота. Кстати, видите, две смородины и одна слива. Сейчас наша задача. С этих банок слить обратно рассол в кастрюлю. И поставить кипятить. А тем временем добавим в банки соли, сахар и всё, что надо. Ну, что, я сейчас за кадром всё солью и вернусь к вам. Так, дорогие друзья, рассол я слила. Сейчас наша с вами задача. В каждую банку положить 3 ложки сахара и 6 ложек соль. 3 ложки соли и 6 ложек сахара. Вот. Давайте сначала везде солью разложим. Раз. Видите, я сильно это... Нужно вот так помидорку приподнять. И туда поспихивать. Соль. А то что-то у меня получилось так, что... И сейчас ещё добавим сахара. Дорогие друзья, банки у меня не влазят, поэтому я решила я всё делать в кастрюлю, прокипячу и потом этим рассолом залью. Видите, в банке ничего не помещается, поэтому я в кастрюлю добавила 9 ложек соли на 3 трёхлитровые банки и 18 ложек сахара. Ну, вот так вот. Не знаю, что получится. Будем надеяться, что всё нормально будет. Сейчас сироп скипячу. И добавлю в банки и закатаем всё. Так, дорогие мои друзья, водичка у меня, сиропчик, то есть рассольчик у нас кипятился. Сейчас наша задача залить все баночки. Я сейчас понемножку опять налью в каждую баночку, чтобы оно пропаривалось. И сейчас ставим в вороночку и заливаем до полна каждую банку. Потом закатываем и убираем. Переворачиваем, как компот, и убираем в тёплое место до полного остывания. И наши помидорки будут уже готовы. Я заливаю прям до самого-самого верха, потому что помидоры в себя потом впитают. Вот так вот. Всё, аж вытекает. Видите, рассольчики с баночки. Мне приходится ходить далеко до питки, поэтому уж простите. Просто мне здесь удобнее снимать, поэтому я решила так сделать. Похожу, ничего страшного. Сейчас всё залью, закатаю и уберу в тепло. И сейчас вам покажу всё. Последнюю баночку закатываем, заливаем, то есть, и убираем потом. Нужен даже без воронки, он легко заливается. Просольчик, когда вы добавляете соль и сахар, получается немножко больше. Поэтому не страшно. Всё. Теперь наша задача их быстренько закатать. Видите, прям до самого верха. А я. Сейчас быстренько закатываем наши баночки и убираем. И всё. И наши три баночки помидорок готовы. И вот так можно каждый день понемножку закатывать. Вот я так и буду каждый день понемножку закатывать. Так до зимы накатаем. Так до зимы накатаем хоть сколько-то. Скоро огурцы уже будем закатывать. Если интересно, то обязательно пишите. И напишите парочку ваших рецептов. Может мне понравится, я тоже их попробую и приготовим вместе с вами на моём канале. Ладно, дорогие друзья. Вот такой вот сегодня у меня был день. Сделали небольшие с вами заготовочки на зиму. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Проходите на канал «Жизнь с домашними животными». Влог «Рукодельница». Ссылочки постараюсь оставить в описании. Подписывайтесь на те тоже каналы. И будем с вами снимать, поработать над своими ошибками. Ай, горячо, конечно. Ну а что теперь? Я всегда сама все закатываю в банки. Мне как-то писали в комментариях, что попроси мужа, пусть закатает у него силы больше. Ребята, это не трудно вроде бы. Я и сама неплохо справляюсь с этим. Почему? Также задавали вопрос, почему я всегда закатываю ночью, чтобы дети не мешали. Представляете? Я тут с кипятком вожусь, заливаю. Не дай бог банка бахнет, и ребёнок будет рядом. Да и у меня двухтарифный счётчик. Мне удобнее ночью закатывать. Потому что ночью трюф дешевле. Поэтому вот так. Ладно, дорогие друзья. На этом свой влог завершу. Если вам понравилось, то подписывайтесь. Завтра что-нибудь ещё обязательно, может быть, закатаем. Или завтра, или послезавтра. Ну или как получится. Как настроение будет. Ладно. Всем говорю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.